Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге царей. И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Она начинается словами и собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. Конечно, в понимании людей того времени отборные люди – это не только люди, которые умели воевать, которые владели какими-то военными приемами и могли использовать военное искусство. Это были люди, которые были укоренены в Священном Писании, которые пребывали в изучении заповедей Божьих. Потому что цадик, праведный человек, в понимании того времени – это прежде всего цельный человек. Таким цельным был сам Давид, который пребывал в законе Божьем, изучал закон Божий и днем, и ночью, воспевал псалмы. И он и был мерилом вот этой отборной группы людей. Кто соответствует таким же качествам? К сожалению, в наше время очень большое значение придается физическим возможностям человека, которые чаще всего не предполагают его интеллектуальный уровень. И даже такая задача может и не ставиться. Но при подготовке настоящих воинов Божьих это совершенно необходимо, чтобы развитие такого человека было совершенным и гармоничным, чтобы дух, душа и тело во всей целокупности пребывали в совершенстве. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала и Юдина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херубимах». В данной ситуации эти люди должны были быть отборными не только с точки зрения религиозных ценностей и воинского искусства, но они все должны были пребывать в состоянии ритуальной чистоты. Потому что они все отлично понимали, что когда некоторые из любопытства заклядывали в ковчега Господень, то погибло много-много людей уже из числа израильтян. И здесь то, что они отобраны были из других людей, это отборные люди, имеется в виду именно во всех отношениях те, которые, может быть, достойны, будут того, чтобы перенести ковчег Завета Божия. Когда мы говорим о святынях, нам очень трудно говорить, кто достоин, а кто не достоин. Например, о тайстве причастия. Если мы рассуждаем и говорим, вот этот достоин совершать Евхаристию, а этот не достоин. Большее богохульство – это о каком-то человеке сказать, что он достоин совершать Евхаристию. Кто может быть достоин свести с небес Христа на святые дары, на хлеб и вино так, чтобы они стали истинной плотью Его, истинной кровью. Поэтому отборность этих людей – это тоже вещь относительная, и мы в этом вскоре убедимся. И поставили ковчег Божий на новую колесницу. Вот эта деталь, чему может нас научить. На этой колеснице не перевозили ничего нечистого. Она новая колесница. Она никак не использовалась и не может никак использоваться, как только по религиозному назначению, если на нее решили поставить ковчег Завета. И вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, ввели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел перед ковчегом Господнем. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Мы видим, что это настоящая религиозная процессия. И все пребывали в состоянии такого духовного экстаза. Они действительно как бы были готовы воспарить над землею. Такая радость духовная переполняла их сердца. Ковчег Божий, который путешествовал с еврейским народом 40 лет по пустыне, в котором лежали, скрижали Моисеева закона, возвращается к евреям и станет сердцем Иерусалима и сердцем будущего храма, который потом там они построят. Правда, уже не в одни царя Давида, а в одни царя Соломона. И мы видим, что те инструменты, которые использовались, они были самые разные. Мы прочитали, что играли на всяких музыкальных инструментах из кипарисового дерева и на цитрах. Цитры — это бряцающие инструменты, и на псалтырях. Псалтырь — это струнный инструмент, и на темпанах — это бряцающие инструменты, и на систрах, и на кемвалах — здесь совмещение бряцающих и духовых инструментов. Какая-то необычная музыка звучала над всем этим местом, и те, которые смотрели на это со стороны, не могли не испытывать страх Божий. Но, к сожалению, бывает так, что когда мы являемся сами участниками какого-то священнодействия, мы теряем страх Божий. Особенно если наше участие в каком-то священнодействии превращается в некую повседневность, но это не снимает ответственности с нас. И то, о чем мы будем читать дальше, тому является серьезным подтверждением и даже предостережением. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его, то есть он увидел, что колесница немножко наклонилась. Ошибочно некоторые думают, что Оза не был священником. Он был священником, он был левит, и он имел право сопровождать колесницу, но прикасаться к ковчегу он не имел права. И внешне, казалось бы, он выходит из пределов дозволенного и недозволенного, и нам трудно даже понять, а почему. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию, чтобы придержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там, у ковчега Божия. То есть дерзкой рукою муж Оза, хотя и левит, совершает действие, которое он не имел права совершать. Посмотрим, какие объяснения есть по этому поводу у святых отцов. Селиван Пресвитер в своем трактате о правлении Бога, то есть о теократии, о власти Бога, пишет. В законе мы читаем, что даже те люди, которые слегка поступали против священных заповедей, подвергались тем не менее суровому наказанию. И мы должны понимать, что ничего в отношении к Богу нельзя рассматривать с легкостью, потому что даже то, что представляется малой виною, делается великим через несправедливость к Богу. Что сделал Оза, левит Божий, против небесных заповедей, когда попытался удержать наклонившийся ковчег Господа? Закон по этому поводу ничего не предписывал. Однако, как только он прикоснулся к ковчегу, он тут же был поражен. Не то, чтобы он проявил высокомерие, не то, чтобы он не осознавал своего долга, но он оказался самим поступком, не соответствующим своему положению, ибо вышел за рамки дозволенного. Вот в этом комментарии мы видим, что да, Оза левит, Оза священник, и Сальвиан, пресвитер, этого не отвергает, и он пытается понять, а почему же тогда, почему же тогда он пострадал? Потому что понять, как бы, дозволенное и недозволенное в этой ситуации очень сложно. Хотя есть указания на то, какие левиты могли носить шесты от ковчега, и на них ковчег Завета, какие только обеспечивают движение колесницы. Это очень подробно все расписано в Пятикнижии Моисея. Но в любом случае это остается загадкой, такое действие Бога. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Они добавили еще только одну или две заповеди, вновь установив заповедь об обрезании и соблюдении дней. Но желая показать, что и незначительное преступление закона все разрушает, Павел и сказал, что Евангелие не спровергается. Подобно тому, как тот, кто хотя бы незначительно испортит начертания на царских монетах, делает негодной всю монету, точно так же и тот, кто хотя в малейшей степени исказит здравую веру, вредит всему, постепенно переводя все к худшему. Разве ты не слышал, как и в Ветхом Завете некто, собиравший дрова в субботу и тем, приступивший одну заповедь, причем не самую важную, подвергся жестокому наказанию? И о том, что Оза, поддерживавший ковчег, который мог опрокинуться, тотчас умер, потому что прикоснулся к неподобающему ему служению. Итак, если нарушение субботы и прикосновение к падающему ковчегу привели Бога в такое негодование, что дерзнувшие на это не получили ни малейшего помилования, то неужели избратившие страшные и незреченные догматы получат оправдание и прощение? Не бывать такого. Не бывать. Действительно, братья и сестры, в духовной жизни нету никаких мелочей. И вот это надо понять со всей очевидностью, потому что иногда нам кажется, что есть какие-то вопросы, которые они не столь важны. Но, как писал отец Павел Флоренский в одной из своих работ, вся разруха в современной церковной жизни именно от невнимания культу. И этот муж Оза за свое дерзновение умер там же у ковчега. «И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и додыни называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне, к ковчегу Господню?» Ко мне имеется в виду в Иерусалим, который Давид уже называл градом Давидовым. «Как войти ко мне, к ковчегу Господню?» И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефианина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефианина три месяца и благословил Господь Авидара и весь дом его. Авидар этот человек, он вообще не левит, но он понимает, что должна существовать дистанция между им, его родными и близкими, и такой великой святыней. Он проявляет благоговение, и за это Господь умножает все, что было у Авидара Гефианина. Бог благословляет его обильно. Один молодой священник рассказал мне удивительный случай. Он готовился к святому причастию, и он очень тщательно все исполнял. Он говел три дня. Он договорился с матушкой, что он не будет спать вместе с нею эти три дня. Он молился особенно усиленно, когда читал правила. И когда наступил день, служил настоятель, а этот священник хотел вместе с ним послужить и причаститься для своей души. Он поисповедовался настоятелю, но в какой-то момент, когда он уже собирался идти к причастию, он вдруг вспомнил нераскаянный грех. И это была не та ситуация, когда он мог поисповедоваться у настоятеля, потому что ему надо было еще и примириться с человеком, против которого он совершил этот грех. И он сказал отцу настоятелю, я сегодня воздержусь от причастия. Есть существенная причина. Настоятель, конечно, удивился, но благословил его. Этот священник отошел в сторону от трапезы Господней, так и не приступив к телу и крови. И он рассказывал, он ощутил такое чувство, как будто он причастился. Вот это состояние в русской традиции называется духовное причастие. Когда, проявив благоговение к святыне причастия, человек не дерзнул именно из благоговения приступить к причастию. Он пережил состояние, которое редко человек переживает на причастие, особенно если он легкомысленно относится к этому таинству. Он ощутил как бы одобрение Бога. а это очень многого стоит. И вот этот мужчина Авидар Гефинянин, он не мог совершать никакие молитвы, никакие действия перед этим ковчегом. Он очевидно считал себя недостойным и не оспаривал этого, но он сам и весь дом его получили благословения. И три месяца сказано, они наслаждались этими благословениями. И далее мы читаем с 12 стиха и ниже. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Ковчег вносится в город Давидов. Это и есть событие, которое произошло тысячи лет до Рождества Христова, и оно является памятным событием возникновения этого города. Оказывается, в понимании бесхозаветных евреев, город возник не тогда, когда Малкий Цедак что-то построил, Мельхаседек, по преданию Симтам участвовал в построении этого города. Нет, по-настоящему город начинается тогда, когда Давид вносит ковчег завета в этот город. И есть псалмы, в которых говорится «Поднимите врата верхи, и войдет Господь». Вот эти строчки, они составлены именно в честь этого события внесения ковчега завета в Иерусалим. Поистине не созиждется город и дом, если Господь не созиждет дом и город. как наши предки, они очень четко это осознавали, и они говорили «Без Бога не до порога», то есть «Даже не пытайся начать что-то, если ты не чувствуешь, что есть на это особое Божье благословение». Итак, ковчег вносят в Иерусалим, вхождение Господа в ковчеге в Иерусалим, это как вход Христа в Иерусалим, когда, сидя на осляте, смиренно царь наш грядет в святой город. И когда неши ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву Тельца и Овна, это делал Давид. Каждый шесть шагов отмечались как торжественное событие, которое надо почтить и почтить самой внушительной жертвой. И при этом играли все эти музыкальные инструменты, о которых мы говорили уже выше. Давид не мог просто идти. Давид торжествовал по имени Господи царя Давида и всю кротость его. Давид чувствовал, как будто небо открылось в этом городе. Ноги его отрываются от земли. Давид начинает прыгать, скакать, плясать перед Богом, хлопать в ладоши. И мы читаем. Давид скакал изо всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господен с воскрецаниями и трубными звуками. Начинает скакать царь Давид, но сказано так весь народ вносил ковчег, весь народ приходит в движение, скачут от радости, как малые дети хлопают в ладоши, воспевают псалмы. Звук инструментов наполняет весь город. Весь этот оркестр сливается в один протяжный звук. Радостное восклицание. Як! Як! Это сокращенная форма «Халлилуйя!» «Аллилуйя!» И город пребывает в этом ликовании. Аллилуйя! Прославление Бога, Его чудного имени. Далее мы читаем нечто печальное. Когда входил ковчег Господен в город Давидов, Мэлхола, дочь Саула, та самая, о которой мы говорили, что да, она, конечно, любила Давида по-своему, но ее духовные качества были низкие. Когда входил ковчег Господен в город Давидов, Мэлхола, дочь Саула, смотрела в окно и увидела царя Давида скачущего и пляшущего пред Господом и уничижила его в сердце свое и принесли ковчег Господен и поставили его на своем месте посреди скиней, который устроил для него Давид и принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. До этого момента скиния она стояла в Селоме, в Щеломе, и там мы видели пересвященника Илью, там юный пророк Божий Самуил услышал в первый раз глаз Божий, а теперь эта скиния походная, она была перенесена, этот большой шатер, как раз в Иерусалим и туда поставили. Ковчег и были принесены жертвоприношения. И теперь это не просто город Давидов, Иерусалим, Иерусалим, теперь город Божий. И те, которые были в этом городе Божьем, каждый вспомнит, какое ясное и открытое именно в духовном смысле там небо. Нету свинцовой суицидальности северных земель, открытое и ясное небо. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. Благословение народа делалось двумя руками. В те времена это благословение выглядело приблизительно так. Оно указывало на жертвы агнцов и тельцов и благословляющий он сотрясал руки в этом благословении или пересвященник или царь. Простой человек не мог благословить. Таким образом, а мы-то христиане имеем жертвы самого Сына Божия, поэтому наше благословение указывает на тайну Святой Троицы и Бога человечества Христа Иисуса и мы осеняем себя крестным знамением. Сначала начало в знак того, что Христос глава Церкви потом на грудь в знак того, что Он сошел на землю нас ради человека и нашего ради спасения на правое плечо в знак того, что Он придет судить живых и мертвых и дай Бог нам в тот день оказаться справа от Него на левое плечо что Он будет судить и праведных и нечестивых и не дай нам Бог в тот день оказаться слева от Него. Другое объяснение несколько иное в русской славянской традиции. Христос глава Церкви Он сошел на землю нас ради человека нашего ради спасения вознесся на небеса и в осел одесной Бога Отца где ходатайствует за нас второй раз придет судить живых и мертвых и не дай нам Бог в тот день оказаться слева от Него. Собственно говоря священники выполняли жреческие обязанности это была практика устойчивая среди народов того времени и многие цари даже императоры понтифики считались великими жрецами но Давид действует только в соответствии с волей Бога и мы читаем когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных то благословил он народ именем Господа Свауфа а почему именем Господа Свауфа это имя Цабаот означает Бог воинств да этот город стал городом Давида более того он стал городом Божьим но не смогут они защитить его если Господь не защитит его поэтому они упывают на помощь от Бога и раздал всему народу всему множеству израилетян от Дана даже до Версавии здесь мы видим что там люди собрались со всей земли от земель Дана до Версавии как мужчинам так и женщинам по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому и пошел весь народ каждый в дом свой то есть Давид не мог отпустить их не накормив их и мы видим что такой же характер у Христа потомка Давида по плоти когда он говорит нельзя отпустить народ неевшим он как бы подражает своему предку по плоти а здесь люди наелись я думаю был такой серьезный кусок жареного мяса хлеб лепешка лепешка обычно прикрывали такой серьезный кусочек мяса и могли поесть у источника воды попить воды омыться поблагодарить Бога за трапезу и возвращаться домой когда Давид возвратился чтобы благословить дом свой любой человек где бы он не переживал бы встречу с Господом он должен стремиться частички благословения принести свой дом и мы представляем с какой радостью Давид спешит домой к своим женам своим детям поделиться радостью этого дня это самый лучший день в жизни царя Давида это апогей его радости когда он воспарил над землей в танце прославляя Бога когда Давид возвратился чтобы благословить дом свой то Мелхола дочь Саула вышла к нему навстречу и приветствовала его и сказала а почему именно Мелхола выходит навстречу есть два объяснения по законам того времени для каждой жены делался отдельный дом скажем так отдельный апартамент чтобы жены не ссорились между собой то что Давид входит сначала в ее дом он ее почитает как дочь царя может быть поэтому а может быть она сама проявляет такую инициативу чтобы высказать свое негодование когда Давид возвратился чтобы благословить дом свой то Мелхола дочь Саула вышла к нему навстречу и приветствовала его и сказала как отличился сегодня царь Израилев обнажившись сегодня пред глазами рабын рабов своих как обнажается какой-нибудь пустой человек она не оценила духовное состояние Давида когда он как ребенок скакал перед Господом своим хлопал в ладоши пел псалмы шесть метров приносил жертву опять танец опять музыка шесть метров опять жертвы опять прыгал и скакал перед Создателем поистине плотские люди не могут судить о духовных людях здесь всегда надо иметь духовное рассуждение что же скажет ей Давид который ожидал что дома будет продолжение этого праздника что все войдут в радость его сердца и наверняка другие жены дети так и поступили и сказал Давид Мелхоли перед Господом плясать буду и благословен Господь который предпочел меня отцу твоему и всему дому его утвердив меня вождем народа Господне Израиля перед Господом играть и плясать буду и я еще более уничижуся и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и предслужанками о которых ты говоришь я буду славен Давид отвечает очень решительными словами особенно по-славянски скакал скакать буду вот это сухость Мелхолы это сухость людей религиозных условно духовных но не живых мертвых не вкусивших радости Божьей таких очень много среди нас но закон Божий учит книга второзакония Бог не принимает исполнение заповедей уставов и постановлений если человек все это не исполняет с радостью и с весельем в русском народе это выражается фразой невольник небогомольник теперь давайте посмотрим какой комментарий есть на эти слова прежде всего Амбруси Медиаланский и танец тела во славу Господа похвален вот Давид плясал пред ковчегом Господа когда увидела его Мейлхола дочь Саула пляшущим и играющим в присутствии Господа принимая в доме своем она сказала как отличился сегодня царь Израилев обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих и в присутствии Господа отвечал ей Давид пред Господом который предпочел меня отцу твоему и всему дому его утвердив меня вождем народа Господня Израиля пред Господом играть и плясать буду и у Мейлхоллы говорит Писание не было детей до дня смерти ее что значит до дня смерти ее на языке Библии это означает она умерла от родов ребенок появился мать умирает от родов вот таков очевидный урок пророк пляшущий и играющий перед ковчегом Господа оправдан в то время как осудивший его осуждена а другое объяснение Амвросия Медиаланского это уже его послание Давид не стыдился плясать пред ковчегом завета на глазах у народа и все же такие телесные действия незначительные сами по себе становятся достойными в аспекте религий так что осуждающие их вводят души свои в сеть осуждения вот Мейлхола осуждала Давида за пляски но Давид не смутился женского осуждения не устыдился быть встреченным упреком все благодаря его преданности религий он играл пред Господом как слуга слуга его Господа угождал ему тем более чем более смирял себя пред Богом забывая о царском достоинстве и исполняя для Бога самые смиренные подобно слуге а осуждающие эти танцы осуждена на бесплодие и не имела она детей от царя дабы не родила гордеца истинно она не имела продолжения ни в потомстве ни в добрых делах действительно дерево когда растет если оно не очень плодоносное то и плод этого дерева недалеко падает от самого этого дерева и хотя текст предполагает что она могла родить и умереть от родов но вся ее жизнь бесплодна и комментаторы больше склоняются к мысли что она и умерла ее чрево было сухое потому что ее дух не пламенел пред Богом а в Писании сказано духа не угошайте пророчества не уничижайте и посмотрим еще объяснение Леандра Сибильского это книга его правил где он пишет благословенно будешь если станешь благодарить Бога и в бедах и в счастье если счастье этой жизни будешь считать дымом и паром которые тут же исчезают Давид был царем но несмотря на несметное богатство и твердую руку в управлении бесчисленным народом он пел о себе смиренно я несчастен и стоеваю с юности и опять же он говорил дочери Саула пред Господом который предпочел меня отцу твоему скакал и скакать буду здесь Леандр Сивильский обращает внимание на то что вот это событие не было чем-то спонтанным в жизни Давида оно находит отражение в других псалмах царя Давида в других его песнопениях и в покаянных псалмах и тем более в хвалидных псалмах и как я вам часто напоминаю еврейское название книги Псалтырь это Сефер Тегелим то есть книга восхваления и такие люди как Давид они умели восхвалять Бога и за страдания и за переживания тем более за радость и особое Божие благословение особое отношение Создателя к ним они были друзьями Божьими и Господь воспринимал их таковыми и они радились радовались о Господе к чему призывает нас и новозаветная традиция радуйтесь непрестанно радуйтесь за все благодарить субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...